Здравствуйте, это компания Дом в дорогу. Меня зовут Константин. Сейчас мы находимся в горячем ключе, прямо в самом начале Кавказских гор. Вот именно здесь они начинаются, и здесь начинается курортная зона. Вот жалко, что темно, иначе бы мы вам показали бы всю эту красоту. И вот мы сейчас заканчиваем выставку, было очень много людей. Приезжали даже специально из Москвы, Санкт-Петербурга, чтобы посмотреть прицепы. Мы демонстрировали самые лучшие планировки хобби. Сами люди нам подсказали тему вот этого видеосюжета. Сейчас я вам расскажу о прочности прицепов хобби. Это очень важный показатель, и я попробую научить вас определять и знать, что такое прочность жилого прицепа. Ну вот перед вами хобби 720КW-FU. Этот прицеп, если вы являетесь подписчиком нашего канала, вы очень хорошо знаете, он побывал везде. Он два раза участвовал в арктическом караванинге за Полярный круг. Этот прицеп несколько раз был в европейских путешествиях по Норвегии, по Германии. Этот прицеп несколько раз был в Грузии и восемь раз проехал военно-грузинскую дорогу. Этот прицеп несколько раз был в Крыму. В общем, прошел Крым-Рым огонь и медные трубы. Много раз попадал в мощные ямы. Один раз не заметил лежачий полицейский и влетел в него, это было в Норвегии, на скорости где-то 80 км в час. Ну, в общем, прошел многое. И давайте сейчас проверим профессионально, на наглядном примере, насколько он выдержал все эти перегрузки и насколько он прочный и надежный. Пошлите внутрь прицеп. Вот я специально соорудил для вас наглядное пособие. Значит, самая главная деталь в прицепе, характеризующая его надежность и прочность, это рама прицепа. Рама – это фундамент. Вот как фундамент дома, так и фундамент прицепа дачи. Так как фундаментом прицепа дачи является его рама. Рама – это несущая поверхность, и она несет на себе всю мебель, нас с вами, если мы находимся в прицепе. Все холодильники, печки, шкафы. В общем, все-все установлено на этом раме. И вот небольшой макет, имитирующий прицеп, чисто схематический. Я сходил в детский магазин, купил кубики, приклеил их на картонку. И вот, как вы могли догадаться, картонка – это рама прицепа. А вот эти кубики – это мебель прицепа. И вот, смотрите, когда рама движется, она испытывает огромные нагрузки. Особенно, когда она попадает в какие-то ямы или в какие-то неровности дороги. И эта рама изгибается. Вот если рама деформирована, вот смотрите, вот я сейчас ее вот так вот деформирую. Допустим, вот эта ось, да, вот ось. И вот когда рама едет, она вот так вот деформируется, да. И когда она деформируется, вот в этих стыках появляются щели. Вот видите, вот сейчас очень хорошо видно, как они появляются. Или когда рама работает на кручение. Вот видите, вот так вот я делаю. И вот эти плоскости становятся у нее неровные. Вот так вот или так, да. И вот, кстати, некоторые спрашивают, а зачем в прицепе нужна вторая ось. Ну, все очень просто. То есть, если рама определенного размера с одной осью, да, то при увеличении этой рамы ставятся две оси. То есть две точки опоры, потому что именно посередине она испытывает очень большие нагрузки. Именно посередине она изгибается. Чтобы у нее не было такого мощного изгиба, ставят две оси. Вот теперь на наглядном примере вы убедились, как определять прочность рамы прицепа. Вот рамы – это основное, что в прицепе есть, на чем все, собственно говоря, держится. И вот теперь давайте я сейчас оператора попрошу профессиональной камерой очень крупно, внимательно снять все стыки, все без исключения стыки в этом прицепе и щели. То есть, если мы увидим в местах стыках щель неплотности, да, вот такие вот, да, вот такие вот, да. Значит, это говорит о том, что рама деформирована. И или если слева по борту или справа по борту будут разные зазоры, это говорит, что рама деформирована именно на кручение. То есть вот так вот, да. Вот видите, с одной стороны один будет зазор, а с другой стороны будет другой зазор. Вот видите, вот если я так на кручение ее деформирую, да, вот так, да, так, или вот так, да. И вот давайте начнем с проверки рамы на кручение. Вот смотрите, вот здесь вот, да, обычно, если рама деформирована именно на кручение, здесь вот эта вот защитная планка, она как бы туда заворачивается, проваливается тут. То есть видно, что она стремится подпереть крышу вверх. А с другой стороны, с другой стороны, есть зазор. Это значит рама деформирована на кручение. Ну вот, как видите, в этом прицепе все идеально ровно. То есть рама на кручение не деформирована. А теперь давайте проверим классическую деформацию рамы. Для этого снимем все стыки. Когда рама деформирована, то расстояние между потолком прицепа и полом становится меньше. И вот эта вот планка, она как бы изгибается. И вот эта вот щель становится неоднородной. Здесь она становится толще, а здесь толщина ее здесь больше, а здесь меньше. Вот давайте посмотрим сейчас. Вот здесь проведи. Вот, обратите внимание, вот здесь вот, когда расстояние между потолком и полом становится меньше, вот эта вот планка изгибается. И вот здесь вот, как правило, зазор всегда меньше, а в середине он больше. А вот видите, вот в этом прицепе он абсолютно одинаковый. Так, теперь деформацию рамы хорошо очень видно вот по этим поверхностям. Вот здесь тоже вот эта вот заглушка, да, она, видите, она мягкая. И при изгибе рамы вот эта вот заглушка, она подминается туда, видите? Но вот здесь она, видите, вся идеально ровная. Теперь посмотрим стыки. Вот здесь очень хорошо и наглядно видно, вот на этом стыке. Вот смотрите, четкий, ровный, никаких щелей здесь нет. Так, вот эти вот двери, они тоже деформируются. Если рама деформируется, вот эта панель тоже становится деформированной. И вот тот стык тоже с ними. То есть прицеп, который проехал фактически всю Европу, всю Северную Норвегию, всю Скандинавию. Несколько раз побывал в Грузии, в Крыму. Вот тоже стык с ним. Вот тоже стык внимательно с ними. Вот особая зона, где очень-очень хорошо видно, вот смотрите, вот эта вот планка, она прилегает к этому шкафу. И в случае деформации рамы, она просто отрывается от, вот я при прицепах других производителей это видел, когда вот эта вот рама, вот эта планка, она отрывается от этого шкафа. Ну, во всех прицепах одинаково, собственно говоря. И в этом прицепе, видите, она четко, четко ложится на вот этот шкаф. Вот, ну и теперь самое главное. Давайте откроем подкроватное пространство и посмотрим, что там. А особенно, есть ли там металлическая алюминиевая планка. Вот смотрите, вот подкроватное пространство. Да, как видите, в этом прицепе никаких металлических планок нет. И все очень надежно, очень жестко. И мало того, здесь установлен бак для воды объемом 70 литров и кондиционер напольный. Вот, и вот эти вот панели, они очень жестко и прочно установлены. Видите, ничего не шатается, ничего не болтается. И вот эти панели, как раз таки, они очень дорогие. Это панели специально для прицепов. Это не шпон. Кстати, вот та вот металлическая планка, о которой речь шла в ролике, она скорее говорит о том, что вот эти панели там были очень плохие. Их, чтобы как-то усилить, поставили вот эту вот алюминиевую планку. Здесь панели очень мощные и жесткие, потому что сделаны, в общем-то, из очень дорогих и прочных материалов. Кстати, вот я хочу рассказать о прочности и надежности прицепов Хобби на примере поездки в Армению. В 2017 году у нас был прицеп Хобби премиум 660 ВФУ, и мы вместе с ним поехали в тур за Кавказьи по Грузии и Армении. Ну, в Грузии еще дороги более-менее, а в Армении дороги были, точнее, там их вообще не было. Причем такое ощущение, что мы ехали по, даже не ехали, двигались по направлениям, где только что была война. Дорога вроде бы нормальная, а потом, как будто после бомбежки, перед тобой возникают неожиданно ямы с острыми краями. И вот чисто автоматически разгоняешься до скорости 70-80 км в час, а потом перед тобой вот эта яма с острыми краями, ты резко по тормозам, тягач влетает в эту яму, а потом влетает в нее прицеп, но если скорость была, допустим, 70-80, ты после того, как увидел эту яму по тормозам, и прицеп туда влетает со скоростью, наверное, 40-50 км в час. Страшный грохот, ужасные удары, то есть такое ощущение, что там от прицепа ничего не остается. Забегаешь туда, и вот приблизительно такая картина. Вот в прицепе вот все, что здесь было, вот этот стол, он валяется на полу, вот эти все мягкие подушки, они все оказываются сзади прицепа. Вот этот матрас, он вылетает со своей ниши и оказывается на месте вот этого стола. Вы представляете, до какой степени был мощный удар? То есть я, когда мы приехали из Армении, я думал, что прицеп нужно, ну, как минимум, ввести на капитальный ремонт. И вот когда наши специалисты провели раму, она оказалась абсолютно целой и не деформированной. Я был просто поражен, как можно после таких нагрузок иметь нормальную, не деформированную раму на прицепе. Конечно, были мелочи, оторвались где-то дверцы, да, ну, просто саморезами назад прикрутили и все. Но вот таких вот явных и мощных повреждений, деформаций в прицепе обнаружено, точнее, в раме прицепа обнаружено не было. Вот это говорит об очень-очень надежных прицепах Хобби, которые являются, ну, очень прочными. Я не знаю, как другие, да, но прицепы Хобби в плане прочности очень надежные. И если вы хотите приобретать какой-либо прицеп, я вам очень рекомендую именно для российских условий Хобби. Проверено Арменией. Это была компания Дом в дорогу. Меня зовут Константин. Заходите на наш сайт домвдорогу.ру. Ждем вас в наших путешествиях.